Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Падение в 2018 году было абсолютно зверским. И даже несмотря на то, что за окном уже февраль 2019, оно почему-то не хочет заканчиваться. Так уж получилось, что это уже самый длинный медвежий рынок в истории биткоина. И если цена одного биткоина упадет ниже 2500 долларов, это будет не только самое длинное, но и самое худшее падение за всю историю. Даже 2013 и 2014 годы рядом не стояли. Вы можете спросить себя, ну может быть я должен просто сдаться и продолжить жить своей обычной жизнью? Я не виню вас за такие мысли, потому что смотреть, как твои инвестиции теряют 90% или даже больше, трудно. Особенно тогда, когда вы вкладываете свой заработанный фиат в эти инвестиции. Впрочем, трейдеры сегодня испытывают те же ощущения, что и в 2013-14 годах. Все они думали, что все кончено. И биткоин, не говоря уже о бальткоинах, не сможет когда-нибудь достичь старых максимумов. Не говоря уже о том, чтобы преодолеть их. Стагнация, медвежьи рынки, бычьи рынки, все эти этапы хорошо известны. И по моему личному мнению, мы вступаем в период стагнации. Биткоин не собирается опускаться ниже 1000 долларов, как многие крипто-ютуберы пишут в своих заголовках. Или биткоин будет стоить 300 тысяч долларов, как те же ютуберы пишут, когда рынки немного зеленеют. Лично я думаю, что биткоин вступает в стагнацию, когда цена найдет свой коридор. И мы будем находиться в этом диапазоне в течение значительной части этого года. Будет ли это на уровне 3600 долларов или ниже на уровне 2500, никто точно не знает. На самом деле, в долгосрочной перспективе это даже не имеет значения. Потому что сегодня я хотел бы показать, как вы все еще можете делать деньги, даже на застойном медвежьем рынке. Первый способ самый простой и требует минимальных технических знаний. Кроме того, размер инвестиций полностью зависит от вас. Это называется пассивным доходом с помощью стекинга или просто хранения определенных криптовалют. Конечно, нужно еще и уметь находить проекты, которые дадут еще больше профита на следующем бычьем рынке. Если вы хотите начать изучать стекинг глубже, вам в этом поможет сайт stakingrewards.com. Ссылка на который будет, как обычно, в описании. Этот сайт предоставляет общий обзор криптовалют, которые предлагают пассивный доход, включая мастер ноды. Также здесь можно найти информацию по сложности, рискам, окупаемости инвестиций и многое другое. Как вы можете видеть на их веб-сайте, многие криптовалюты предлагают пассивный доход посредством стекинга. И при этом стараются показать себя более выгодными для инвестора. Но этот сайт только начало. Вам придется покопаться в проектах, которые вам на первый взгляд приглянулись. Нужно понять, есть ли в этих проектах экосистема, построенная вокруг них. Или, возможно, они полезны для использования. Нужно, чтобы экосистема таких проектов работала и была востребована, чтобы проект был актуальным до следующего бычьего рынка. Посмотрите на команду и группы разработчиков. Проверьте их гитхаб. Посмотрите в нескольких источниках информации, а не только их собственные источники. Такие как Reddit и платные новостные сайты, где можно буквально заказать новости по своему усмотрению. Вы спросите, может сразу предложишь криптовалюты для стекинга, а то мне лень самому искать. Это не финансовый совет, но из моих исследований вытекает 4 таких проекта, которые лично мне приглянулись. Их нужно холдить, чтобы получать пассивный доход. Это Neo, Anthology, Tezos и Waves. Я верю, что в следующем бычьем рынке эти 4 проекта останутся актуальными. Следующий способ выжить на этом медвежьем рынке это мастерноды. Ваш лучший друг и хорошая отправная точка для исследований с сайта masternodes.online. Листая этот бесконечный список монет, нужно понять, что в мастернодах вы ненадолго, как в случае со стекингом. Вы здесь на краткосрок. Входите и выходите, входите и выходите, постоянно работая с новыми монетами. Также на masternodes.online мне нравится переходить на вкладку ROI. Проще говоря, эффективность инвестиций, а затем упорядочивать монеты по возрастанию или убыванию этого показателя. На этом сайте мы можем выбирать монеты, которые могут быть хорошими кандидатами, чтобы стать нашими мастернодами. Вы наверняка хотите найти монеты, которые имеют высокую рентабельность инвестиций, но на самом деле главный фактор, на который нужно обратить внимание, это объем. Потому что если нет объема, как вы продадите свои вознаграждения? Так что просматривая список прямо сейчас, в глаза бросается, например, steady note, максимально высокое значение эффективности инвестиций, достаточно большой объем, чтобы продать вознаграждение. Или foodchain. Но учтите, что буквально завтра все может измениться, именно поэтому я и говорил, что заработок на мастернодах кратковременный. Вы постоянно должны будете искать новые монеты и перепрыгивать с одной на другую. Большинство из этих проектов абсолютно дерьмовые монеты, явно не подходящие для долгосрочных инвестиций. Как только у вас появился список потенциальных мастернодов, самое время заняться исследованиями. Посмотрите на биржи, на которых эти монеты торгуются. Выясните, имеется ли в вашей стране доступ к таким биржам, да и безопасны ли они. Возможно, вам придется рискнуть и поэкспериментировать с небольшими биржами. Я бы отнес это к риску среднего уровня. И мне бы хотелось, чтобы у меня было больше времени сосредоточиться на мастернодах, потому что если вы будете на чеку, можно добиться неплохих успехов. Теперь последний способ выжить на бесконечном падении. Этот способ самый рискованный и требует больших начальных инвестиций. Эта стратегия всем известна. Майнинг на видеокартах. Каждый может посмотреть на меня теперь как на сумасшедшего и начать доказывать, что майнинг на видеокартах полностью умер. Так кажется, но побочным эффектом этого является то, что в настоящее время вы можете купить видеокарты по дешевке. Хотя год назад их было мало, а цены были просто сумасшедшими. Итак, перейдем к тому, что сердце успокоит. А именно на этот всем известный сайт. Да, существует только несколько монет, которые приносят прибыль в майнинге, если вы платите за электроэнергию. Но точно такую же ситуацию можно было наблюдать и в 2013-2014 годах. Монеты были невыгодны и многие майнеры постоянно уходили с рынка. Те, кто тогда нашел монеты с будущим, например, манера или даже доки коин, просто красавцы. Даже если они продали их после краха в 2018 году, они все равно получили кое-какую прибыль. В то время казалось, что это чертовски рискованно. И самое забавное, ребята, что и сегодня тоже так кажется. Кроме того, есть еще одна стратегия, связанная с майнингом на видеокартах. Это поиск новых монет, которые можно майнить. И майнить их с самого начала, чтобы получать больше наград за блок. Потом дождаться внимания к этим монетам со стороны рынка, что приведет к их пампу. И сразу же после этого сливать их и получать свою прибыль даже на медвежьем рынке. С какими монетами это можно провернуть сегодня? Да, например, Ravencoin или Amovio, который на самом деле все еще является прибыльным даже на таком рынке. Да и к тому же, мне кажется, эту монету еще сильно недооценили и обделили вниманием рынка и бирж. И опять-таки, так же, как и все остальное, этот вид заработка тоже требует анализа и исследований с вашей стороны. Кстати говоря, все такие новые монеты, которые потенциально можно хорошо майнить, можно найти здесь. Ссылку на этот форум я тоже оставлю в описании. А на этом у меня все, дорогие зрители. Всем желаю профита. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова